Статистическая непогрешимость. Ватсап обнародовал рекордные данные. Узнать за 60 секунд, сколько всего происходит в глобальной сети за минуту. Взломали телефон, взломают и вас. Ожидайте. Здравствуйте, вы смотрите программу ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Начнем с того, что Марк Цукерберг оказался удачливым покупателем. Очевидно, что кроссплатформенный мессенджер WhatsApp стал самым популярным коммуникационным сервисом в мире. И это не просто слова. За этими высказываниями стоят вполне конкретные цифры. Накануне компания сделала достоянием общественности факт пересечения полумиллиардного рубежа в количестве пользователей. Совместными усилиями компания абонентов ежедневно размещает на сервере WhatsApp 700 миллионов фотографий и 100 миллионов видеороликов. Наиболее бурным ростом в последние несколько месяцев отметились Бразилия, Индия, Мексика и Россия. Мессенджер стал медийной звездой. А все благодаря тому, что руководство Facebook посчитало возможным выложить за перспективный стартап невероятные 19 миллиардов долларов. Скептики до сих пор уверены, Цукерберг серьезно переплатил, и сделка принесет убытки. Однако основатель белоголубых стоит на том, что покупка еще проявит себя во всей красе. Подтверждением сказанному является тот факт, что примерно за месяц мессенджер приобрел около 50 миллионов новых активных пользователей. Опираясь на данные, можно утверждать, что рост WhatsApp в ближайшем будущем не остановится и наверняка преодолеет миллиардную отметку. 60 секунд для кого-то это лишь мгновение, но при известных обстоятельствах за минуту может решиться и произойти очень многое. Интернет не исключение. В то время как вы размещаете посты из своего уютного профайла в соцсети, на глобальных цифровых просторах жизнь буквально кипит. Чтобы понять, насколько бурно это происходит, давайте посмотрим графику. Итак, за 60 секунд пользователи загружают 72 часа видео на YouTube. За это же время отправляется 204 миллиона почтовых сообщений. Посетители онлайн-магазина приложений App Store загружают за минуту около 48 тысяч приложений. В Facebook люди успевают поделиться почти двумя с половиной миллионами новостей и публикаций. Что касается сервиса микроблогов Twitter, то за 60 секунд на свет появляется 277 тысяч новых сообщений. В Google поступает 4 миллиона поисковых запросов, а Instagram пополняется двумястами 16 тысяч свежих фотошедевров. Одни jailbreak презирают, другие же молятся на его создателей. Напомним, это операция, которая открывает полный доступ к файловой системе. Пожалуй, ее главное преимущество – возможность устанавливать на iPhone и iPad программы, которые не содержатся в официальном магазине Apple. Однако, следующая новость наверняка расставит все точки над i. Эксперты по компьютерной безопасности предупреждают о появлении вируса на яблочных устройствах. Он может проникнуть только на тот гаджет, который прошел процедуру jailbreak. Известно, что уязвимости подвержены именно 32-битные версии. Вирус, появившийся на устройствах с разблокированной системой, способен украсть данные аккаунта Apple ID. Учетная запись, как правило, помимо персональных данных и пароля, содержит информацию о банковской карточке. Вредоносная программа получила название Unfold по имени библиотеки, которая попадает на зараженные устройства вместе с jailbreak'ом. Первые сообщения о вирусе начали появляться в 10-х числах апреля на сайте Reddit. Пользователи жаловались, что после установленных твиков их аппараты начинают испытывать многократные сбои. При этом установленные программы были загружены не из репозитория Cydia, то есть альтернативного магазина App Store для iPhone. Владельцам взломанных телефонов эксперты рекомендуют проверить свое устройство на наличие уязвимости. В сети можно найти подробную инструкцию, как это сделать. Если вирус будет найден, iPhone можно попытаться вылечить, удалив библиотеку. Но исследователи оговариваются, что иногда эта процедура не помогает, и вредоносная программа может вернуться на устройство вновь. Стоит отметить, до этого момента яблочная продукция считалась самой безопасной, но, похоже, теперь спокойная жизнь для их владельцев закончилась. А на этом все. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова